Привет! Недавно для обработки участка мы купили по рекомендации продавца-консультанта бензопилу от фирмы Champion, модель 237-16. С пилой также приобрели масло для разбавки бензина и смазку для цепи. Для смазки цепи я хотел использовать отработку из двигателя автомобиля, но в магазине продавец-консультант убедила меня заливать хорошее покупное масло, хотя бы на период гарантии. Но по происшествию некоторого времени использования этой бензопилы, я решил, что всегда буду заливать такое масло. Во-первых, мне жена сказала, не выдумывай. Во-вторых, друг сказал, что забьется в фильтр и перестанет смазывать. В-третьих, мне самому не хочется заливать фигню в эту замечательную пилу. В магазине я сразу спросил про обкатку двигателя бензопилы, как это делать. В ответ услышал, что никакой обкатки делать не надо, хотя в инструкции по пользованию бензопилы написано, что продолжительность обкатки 6 баков и больших нагрузок и перегревов в этот период не допускается. В итоге я увидел это не сразу, хоть и знакомился с инструкцией, и обкатка у меня получилась не совсем такая, какая должна быть. В процессе использования пила показала себя замечательно. Пилит быстро, вибрации в руки не отдает, но после длительной работы бензопилой в руках чувствуется небольшая вибрация, которая проходит через некоторое время. По распиливанию есть один момент. Пилить нужно аккуратно, чтобы продлить срок службы не только самой бензопилы, но и цепи. Про гвозди я вообще молчу, а вот про землю хотел бы затронуть. Когда я пилил деревья, то по глупости и неопытности делал это на земле. И когда пропил подходил к концу, я задевал землю. Думаю, такие моменты не очень хорошо сказываются на цепь бензопилы. Сейчас я стараюсь такого не допускать, но все равно бывает. В одном видеоролике на просторах интернета я увидел очень крутое приспособление для поднятия бревна. Может сделаю когда-нибудь себе такое. Хотя навряд ли. Растяжение цепи на первоначальных этапах будет происходить часто, потому что она еще новая. Об этом даже написано в инструкции. Я подтягивал цепь с каждой заправкой в течение 3 литров бензина. Конечно, это не единственный фактор растяжения цепи, но все же основной у новой бензопилы. Масло для смазки цепи бензина расходуется в соотношении 1,5 литра бензина и 1 литр масла. В процессе использования производил регулировку холостого хода отверка из комплекта, так как показалось, что оборотов на холостом ходу многовато. По инструкции это самое высокое отверстие, где прячется регулировочный болт. Про мощность хочу сказать, что иногда при сильном нажатии и при большой области спила вращение цепи прекращается. Это говорит о малой мощности бензопилы. Но мне этого более чем предостаточно. Лучше, чем ручной пилой однозначно. Хотя для тех, кто ежедневно использует этот инструмент и пилит деревья большого диаметра, то могу сказать, что этой мощности может быть маловато. В общем, рекомендую эту пилу к покупке. Спросите почему? Да потому что с помощью этой бензопилы я спилил и распилил на дрова большое количество деревьев с дачного участка. При этом не менял ни цепь, ни запчасти, ни ремонтировал. В общем, она меня не подвела. Заливал только бензин и масло. Временами подтягивал цепь. На все спиленные деревья я потратил 7 литров 92-го бензина и 4 литра масла для смазки цепи и немного масла для разбавки бензина. Общая площадь участка составляла 42 на 24 метра. А на этом все. Кому ролик понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Увидимся, как всегда, в следующих роликах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok